Вот он, абстинентный синдром у баранов. Вот смотрите, ну-ка давайте воем. Смотрите, увидели камеру, застеснялись, но не так дружно орут. Вообще-то очень раздражает, ребят. Есть еще один, что все, они умирают от голода и нужно куда-то бежать, вызывать полицию, скорую. Мы помираем, воют они. Вот смотрите, куда он смотрит. Вон тот, он крайненький. Он смотрит не на меня. Вот эти немножко понимают, вот принюхиваются, принюхиваются. Казалось бы, что происходит? А происходит вот что. Куры кормятся. Кормятся они пшеницей. А бараны не будь дураки. Несмотря на то, что вот они уже сколько, месяца два, собственно, на траве и деревьях. Надо же прикрыть веточку. Тем не менее, каждый раз, когда они видят, что пернатых кормят, из мешка, вон мешок пусто валяется, и вон еще комбикорма, еще полмешка, да, это вызывает бурю протеста и массовую ломку. Они вот так бегают, бегают, бекают, да, орут, требуют, требуют себе что-то передать. Вот интересно, что там пёс ест у меня? Вот что он там ест? Приди нужно посмотреть. Никакого ли он нибудь питомца? Нет, траву он ест. Ну вот, требует себе внимания и требует пшена. И тут смотрите, какая интересная закономерность. Если кормить, да ты моя красота, о, видите, как будто режут. Если кормить баранов дробленкой это называется, дробленым зерном, кукурузой, пшеницей, ячменем, да, с одной стороны, они быстро набирают вес, ну потому что это гольная калорий, да. С другой стороны, у них портится пищеварение. Вот если подойти к этим баранам, я честно говоря, не нюхал никогда новозеландских баранов. У меня есть ощущение, что эти будут пахнуть примерно как новозеландские, то есть не будут они пахнуть бараниной. И вот если присмотреться, они у меня кругленькие. Сейчас немножко мокрые, да, но аккуратные. И бараниной, вот концентрированной бараниной не воняют. Я вам хочу сказать, что когда я их взял из, где-то там за деревьями расположенной овчарни, где они зиму провели, они воняли, ребята, жутко. Да, то есть в 50 метрах от них, особенно если стоять по ветру, да, под ветром это называется, или по ветру, вонь стояла жуткая. Да, а я вообще бараниный, вот этот и бараниный запах не особенно люблю. Сейчас, если к ним подойти, они пахнут кошками, ну максимум, не знаю, дворовыми собаками, если сильно повезет, да. Ну что-то там кто-то с кем-то воюет. Почему? Потому что природой травоядные приспособлены для того, чтобы переваривать траву. У них многокамерный желудок, в этом многокамерном желудке есть то, что называется рубец. В этом рубце три слоя бактерий. Анаэробные, аэробные, еще какие-то хер, не помню какие, да. Которые длинные цепочки полисахаридов, да, то есть целлюлозу, что он там, лигнин, да, расщепляют на сахара, которые эти же микробы и съедают. А потом этими микробами питаются вот эти вот замечательные травоядные животные, да. Так вот, если им дать зерна, где полисахариды короткие, ну крахмал, например, да, то весь вот этот хитро выдуманный механизм с тремя слоями бактерий, еще с чем-то там, да, он ломается. У животных начинается закисление желудков. В этом закислении, короче, дохнет все подряд, все начинают дрыстать, быстро набирать вес одновременно, да, жреть и гадски пахнуть, да. Ну и болеть, честно говоря. Так что вот, к чему я все это расскажу? Несмотря на то, что зерно и комбикорм однозначно вредны для баранов, да, они начинают вонять, болеть, тем не менее, справиться они с собой не могут. И стоит только мимо них пройти с ведрами или с мешком, как тут же начинается вот эта вот сахарно-диабетическая истерика. Дай сахар, дай сахар, дайте нам зерна. А, но я кремень не даю, да, хотя есть люди, которые считают, что так вообще проще. Вот сейчас вот они тут в принципе уже кромашки, шмамашки, все доели. И я сейчас буду носиться под вечер с вот этими палочками электропастуха, для того, чтобы им нарезать. Кстати, давайте я вам покажу, что я им нарежу в этот раз. А нарежу я им свою альпийскую горку. Это альпийская горка. Ой-ой-ой-ой. Сейчас покажу. Вот этот лужок, который сейчас вот так вот замечательно выглядит. Вот этот, который. Вон, кстати, козлята-сволочи такие. Опять пытаюсь куда-то удрать. Вот нереальные пройдохи. Вот эти вот трое, оставшись без матерей, потому что их в молочном стадии забирают от матерей, на каждый божий день в любую дыру пытаются удрать. Замучили как. Так вот, о горке. Вот эта горка, заросшая борщевиком. Сейчас я вот здесь вот возьму вон там вон электропастух, окружу эту горку. И вот эти замечательные барашки смогут частично утолить свою страсть к сахару. Потому что они будут есть борщевик. А борщевик, чтобы вы знали, сладкий. Я не знаю, как человеку это есть. Говорят, что у питерских ученых есть какой-то патент, как из борщевика делать сахар. То есть там какой-то техпроцесс, который позволяет избавиться от урана, ну короче, вот эти штуки, из-за которых все сгорают на солнце, да. И в конце концов получается сахар. А сахар в борщевике то ли 7, то ли 10, то ли 5 процентов. Когда-то я давно запомнил, что этого сахара там примерно как в дыне. Вот с той поры уже не помню цифру, всем об этом говорю. Ну а и вот барашки, кстати, может быть я и сниму. Сейчас когда добегаю здесь с этими палочками и борщевиками, как они все это дело съедят. Вот есть еще что есть. Во-первых, видно, что вон там две овечечки лежат и пережевывают. Лежащие и пережевывающие травоядные животные, это сигнал того, что желудок у них заполнен. Они отрыгивают то, что у них там есть, измельчают, опять сглатывают. Для того, чтобы вся их биохимия все это дело переработала телом истерички. Требует у себя комбикорма. Все, пошел додавать комбикорма. Вот такая была история об аддикции к сахару и с углеводом.